здравствуйте сегодня будем выполнять стрижку фэйт и первым делом будем проводить адаптацию нашей модели определять костную структуру тип волос угол роста волос цвет естественно текстуру у нас темные волосы очень хорошая костная структура нет никаких вроде бы подводных камней никаких ямочек не ярко выраженный ксипитал угол роста волосы где-то 60 градусов ну в общем будем выступать вася вы такой умный я ни черта не понял что мы будем сначала массу будем убирать она живут на каком положении на самом высоком или низком на самом высоком да полностью открытые ножи и опираюсь я на вот этот вот угол в насадке немножечко делаю флип говори я использую комбинированную технику поэтому теперь беру четыре с половиной точно также открываю ножи и в технике up and down теперь вот даже машиночкой сразу видно человек преподает сразу видно потому что такие слова честно говоря первый раз слышу первый раз была шестерка насадка сейчас у нас какой четыре с половиной сначала на открытых ножах потом я прохожу на закрытых ножах сколько это техника up and down она позволяет достаточно высоко подняться а триммером что-то сейчас сделать я немножечко корректирую форму потому что здесь по костной структуре есть небольшая впадина и мне я немножко перестраховалась и поэтому туда сильно прям не залезла насадкой а чуть-чуть корректирую форму на футтопе кстати сколько ты триммером пользуешься полосу детали где-то месяца 4 уже до этого какой триммер у тебя был до этого у меня был мозер я даже не помню как она была модель мини который идет на проводе нет нет хром мини он по корме такой как энди ты образный ножевом блока не поема не очень интересно но все корректирую но тем не менее проработала полтора года потому что я же была ученицей когда его покупала когда ты приходишь начинаешь понимать ну разница есть между вообще и здесь у меня он очень радуется что у меня замечательное единственное что когда делаешь города надо быть аккуратным порезанную очень да нежная кожа она застоплощение как это например пору может быть а мой он может знаешь почему потому что может и когда машинку берешь вверх поднимаешь чересчур и внутренний ножевой блок касается тогда может быть просто сейчас тут же изгиб у нас же на шее изгибы знаешь и когда кожа более чувствительная а волосина более жесткая и поэтому вроде бы надо чуть-чуть придавить чтобы срезать но при этом нельзя придавливать чтобы не поранить теперь я беру тройку открываю полностью ножи и в той же технике я помню да у нас будет комбинированная техника то есть сначала вот до вот этого момента до тройки на открытых ножах я использую большие насадки до тройки а теперь я буду идти наоборот снизу вверх угу потому что сейчас я буду использовать только а тройку на открытых ножах на закрытых ножах уже буду потом очищать шо сейчас будем делать мы будем закидывать первый гайд что что гайдлайн это первая опорная линия я хочу тебе прийти тетрадом короче ручкой да приходи обычно я определяю куда буду закидывать гайдлайн помимо пожеланий нашего клиента еще и на операция костной структуры а конкретно оксипетал наш оксипетал не арковыраженный поэтому темные волосы я бы рекомендовала здесь средний фейс это на живой блог не перенастраивала это из завода вот так и есть да я поставила себе контрол кстати а заряд хватает тебе батареи ну вот зарядки где-то на 3-4 стрижки мне хватает если я очень много его использую угу но я как бы стараюсь так как выполняла две стрижки и поставить на зарядку то есть он быстро заряжается и там как бы себя перестраховываю вот так просто со стро 100 100 100 100 100 уже 100 100 100 100 100 Как я помню, до Андису уже был Мозер маленький, да? Да. И что, вот расскажи, пожалуйста, чем отличается Мозер от Андиса. А ну давай. Ну, начнем с того, что размером. А размер имеет значение? Да. Если вы говорите про шею, то 100% да. Оу май. Ну, блин, маленький Мозер это... Это что? Ну, это, во-первых, долго очень. Ну, я не могу сказать, что это там как-то очень плохо. Конечно, для начинающих стартов, что у меня хватает. Я очень долго проработала, конечно, но, во-первых, это время стрижки, а как бы время деньги, да? Ну, когда ты уже стоишь на потолке, то маленьким ты явно не справляешься. Плюс жесткий волос, да, если мы говорим сейчас про Андиса, это очень быстро, комфортно и максимально чисто получается. То есть, мы говорим про Мозер маленький, то его во время стрижки приходится очень много раскистить, чтобы он не забивался. И, естественно, это дольше. Плюс, если очень жесткий волос, то я так ощущаю, что и мне некомфортно работать, и клиенту это мне очень приятно. Потому что, ну, это чувствуется, если начинает эфират, и это, ну, конечно, 100% большое и лучше. Последняя насадка, которую мы используем, это полторашка, сначала на открытых ножах, и потом, соответственно, на закрытых ножах. Угу. Последняя насадка, с чем ты будешь с последней насадкой делать? Корректировку? Да, осталась основная линия, я ее буду сводить, растушевывать тихонечку. Что делаем? Немножко дорабатываю форму, потому что, как, например, в зеркало, я видела такую небольшую капец, что у меня не надо. Сколько, кстати, у тебя стрижка проходит человека? Я себя раз. Сколько у тебя в день, например, люди приходят? Да. 40 минут, час стрижешь людей. Смотря какая стрижка, у тебя такая стрижка. Ну, это я так и знал, что ты так ответишь в среднем. Ну, 50 минут. Обычно составлю или по регламенту час. Ага, на сегодняшний день сколько у тебя вообще стоит стрижка? 250 гривен. Это с бородой все место? Нет, это только стрижка. С бородой 350, конкурс. Отдельная борода 150. Очень-очень. А что так дешево? Может, с какой-то дорожью? Нет, дорожью не надо. Ты бы лучше сегодня молча бы, а на сегодняшний день в детстве. И дорабатываем какие-то пятна, затемнения, которые не растушевались. Как я понял, мы боремся сейчас с затемнениями очень сильно, да? Да, мы именно воюем за цвет. За максимальный плавный переход. Потому что, как я понял, у пацана серьезные проблемы. Нет, у них вообще, кстати, нет проблем. Откуда ты знаешь? Нет проблем с костной структурой головы. Уточни. Похоже, как делаешь, как пойтинг, знаешь? Да, да, я просто вырезаю, потому что это может быть, например, или другая пигментация волос более темные. Или, например, с одной порой не одна волосина, там, три волосины вылазят. И надо немножечко поработать. Как профессионально, ты ножницы держишься, смотри, да? Да. У Диева научилась? Нет. Что за красавчик? Что за красавчик, а? Тигр просто зверь. А? Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, сегодня мы выполняли стрижку в технике Faye. Также мы выполнили пробор, сохранили форму, наполнили зоны скругления. Также мы делали коррекцию бороды. На это у нас ушло два часа. Вы выполняли работу машинкой, триммером, шейвером, ножницами прямыми и филировочными. После работы вот так выглядит рабочая поверхность. Главное, не волоса. Небольшое наставление, никогда не переживайте и не волнуйтесь, и не забывайте о том, что лучше выполнить работу одну и ту же дважды, но при этом сделать ее качественно, чем ошибиться и уже не смочь это как бы исправить. Хорошо. Спасибо тебе большое. Тебе тоже. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok